Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас в Доме знаний! Сегодня мы с вами встречаемся на вебинаре по математике. Меня зовут Амина Ибрагимовна. На прошлом вебинаре мы узнали, какие числа относятся к рациональным числам. Вспомнили, как на координатной прямой отмечают положительные, отрицательные и дробные числа. Решили несколько упражнений. Давайте для начала вспомним, какие числа относятся к рациональным. К рациональным относятся натуральные, целые и дробные числа. То есть рациональные числа – это есть группировка чисел. Ребята, вы уже умеете сравнивать любые положительные числа. Можете сравнивать два целых числа. А сегодня мы научимся сравнивать рациональные числа. Вы уже посмотрели видеоуроки на сайте Дома знаний по теме сравнения рациональных чисел. И у многих из вас появились вопросы, которые вы задавали в чате. Я постараюсь ответить на них подробно в ходе сегодняшней нашей беседы. Ну что ж, приступим. Начнем сравнивать числа с помощью координатной прямой. Мы с вами знаем, что из двух чисел меньше то число, которому на координатной прямой соответствует точка, расположенная левее, а больше то число, которому соответствует точка, расположенная правее. Как мы и говорили на прошлом вебинаре, отрицательные числа на координатной прямой расположены левее нуля, а положительные числа расположены правее нуля. Исходя из всего сказанного, мы можем сделать следующие выводы. Первое. Любое отрицательное число меньше нуля. Второй вывод. Любое положительное число больше нуля. И третий вывод. Любое отрицательное число меньше, чем любое положительное число. Давайте рассмотрим примеры сравнения чисел. Итак, давайте сравнивать каждый из них отдельно с подробным разъяснением. Минус 3,5 и 2. В данном случае минус 3,5 – это отрицательное число. А мы уже говорили, что любое отрицательное число меньше, чем положительное. Поэтому 2 больше, чем минус 3,5. Минус 7 и минус 14. В этом случае оба числа у нас отрицательных. И минус 7, и минус 14. Значит, нам нужно то число, которое находится ближе к нулю. А это число минус 7. Минус 7 больше, чем минус 14. Минус 4,34 или 0. Мы говорили, что любое отрицательное число меньше нуля. Далее. Минус 4,07 или минус 4,7. Снова отрицательные числа. Значит, нам нужно число, которое находится правее. Это число минус 4,07. Далее. Минус 5 и минус 14. Отрицательные числа. Значит, ищем число, которое находится правее, то есть ближе к нулю. А это число минус 5. А это число минус 5. Минус 5 больше, чем минус 14. 0 или 54,34. Любое положительное число больше нуля. Поэтому 0 меньше, чем 54,34. Далее. Минус 234 или минус 16,7. Снова у нас отрицательные числа. Поэтому ищем число, которое ближе к нулю. А это минус 16,7. Минус 16,7 больше, чем минус 234. 125 или минус 700. Ребята, любое положительное число больше, чем отрицательное число. Поэтому 125 больше минус 700. Давайте рассмотрим некоторые правила. Если а – отрицательное число, то говорят, что а меньше нуля. И наоборот. Если а меньше нуля, то а и есть отрицательное число. Поэтому утверждение а – отрицательное число, и а меньше нуля – одно и то же. А если а – положительное число, то а больше нуля. И наоборот. Если а больше нуля, то а является положительным числом. Давайте рассмотрим еще несколько упражнений. Первое – сравнить числа с нулем. Т.е. нам надо посмотреть, что больше 0 или 126, 0 или минус 67, 0 или 5,1, 0 или минус 3,75, 0 или 1,000. Так, 126 и 0. Больше 126, потому что любое положительное число больше нуля. Минус 67 или 0? Больше 0, потому что минус 67 – отрицательное число. А мы знаем, что любое отрицательное число меньше нуля. 0,001. Больше 0,001. Больше 0,001. Больше 0, потому что минус 3,001 – отрицательное число. А мы знаем, что любое отрицательное число меньше нуля. 0,001 или 0,001? Больше 0,001, потому что 0,001 – положительное число. А мы знаем, что любое положительное число больше нуля. Так, идем дальше. Следующее задание у нас. Между какими соседними целыми числами заключены следующие числа? Минус 0,7, минус 3,56, минус 90,7 и минус 64,4. Так, ребята, для решения этого задания нам поможет координатная прямая. Чтобы визуально представить, где у нас должна стоять эта координата. Например, возьмем число минус 0,7. Как вы думаете, где стоит это число на координатной прямой? Правильно, между числами минус 1 и 0. Значит, мы можем сказать, что минус 0,7 больше, чем минус 1, но меньше, чем 0. Число минус 3,56. Как вы думаете, где стоит это число на координатной прямой? Правильно, между числами минус 4 и минус 3. Значит, мы можем сказать, что число минус 3,56 больше, чем минус 4, но меньше, чем минус 3. Число минус 90,7 стоит между числами минус 91 и минус 90. Значит, мы можем сказать, что минус 90,7 больше, чем минус 91, но меньше, чем минус 90. И следующее число минус 64,4. Минус 64,4 расположен где-то на координатной прямой между числами минус 65 и минус 64. Значит, мы можем здесь сказать, что число минус 64,4 больше, чем минус 65, но меньше, чем минус 64. Ребята, на этом наш вебинар подошел к концу. Давайте подведем итоги сегодняшней нашей беседы. Итак, сегодня мы вспомнили, какие числа называются рациональными, научились сравнивать рациональные числа с помощью координатной прямой, решили несколько упражнений. Думаю, мне удалось ответить на все ваши вопросы. Я была рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. Жду от вас новые вопросы, ребят! До свидания!